Друзья, всем салют! Сегодня, как вы понимаете, у меня будет обзор катушки. К сожалению, вынужден сразу вас расстроить, это не та катушка, которую вы все ждете, про которую я рассказывал на многих своих рыбалках, это не Дайва Сахара. К сожалению, я не могу пока разглашать ту информацию, которой владею, о слиянии, о симбиозе этих двух фирм, о этом совместном секретном продукте. Ладно, в общем, кто вообще не понимает, о чем я говорю, смотрите мои рыбалки. На самом деле, у меня сегодня на обзоре вот эта вот катушка, это бюджетная Дайва. Наверное, самая бюджетная, которая только возможна, хотя нет, может есть еще бюджетная, не знаю. Ну, в общем, бюджетная катушка стоит порядка 35 долларов и называется Дайва Мишин ЦС. Это катушка, с которой я проловил почти весь осенний сезон. Собственно говоря, некоторые, наверное, удивляются, Константина, на паркуа тебе такая бюджетная Дайва. Но все-таки я делаю обзоры, я решил разбавить свой контент, свои видео все-таки обзором и бюджетных катушек, чтобы, ну, не всегда же нужны какие-то дорогие или там средние катушки. Может быть, просто нужно такой на поплавок поставить или еще куда-то. Это как первый фактор, почему я ее приобрел. И второй, наверное, самое основное, это то, что я купил ее для своего сына Глебуса, чтобы он... Ну, это была его катушка, он ее нещадно убивал, так сказать. Он еще любит у меня все топить, если... не знаете. Ну, вроде как, если бы что-то с ней случилось, было бы не так жалко, скажем. Но с ней ничего не случилось, хотя Глебус эксплуатировал ее нещадно. Он тянул щук вот так нахрапом. Щук на нее поймано немало. И я на нее ловил, когда Глебуса не было. Просто так, как она на спиннинге стояла, я не стал ее менять. И Глебус на нее ловил, у него пойманы тут и три щука, на три килограмма и на два, и это все нахрапом. То есть, эта, в общем-то, катушка подверглась, так сказать, насильственным действиям, на которые она может быть в чем-то не рассчитана. Но так как сначала она подверглась этим действиям, я могу сказать, что она меня, в общем-то, порадовала. Ну, ладно, начну, наверное, по порядку, а то сразу с места в карьер. Изначально она была куплена на Алиэкспрессе. Это совершенно оригинальная дайва. Я уже устал повторять, что все катушки, которые приобретены на Алиэкспрессе, это такие же оригинальные катушки. И никто там ничего не обманывает. И вообще на Алиэкспрессе просто проще покупать. Там и возвраты лучше, и вообще сервис действительно сделан на уровне. Если вы вообще в это все не верите, думаете, что в Китае вас там все обманывают, то лучше отписывайтесь от этого канала сразу, потому что здесь все-таки за истину. Кстати, насчет Али порекомендую одно интересное приложение, называется Али Радар. Оно прямо, оно существует и в мобильной версии, но больше мне нравится как плагин для браузера. Она прямо вот, когда на Алишке что-то, товар какой-то смотришь, она выводит статистику продавца и динамику изменения цены. То есть прямо вот на этой странице ты видишь как бы то, что там продавец рейтинг такой-то, там столько-то лет и сразу динамика цены. В общем, интересное такое приложение, реально помогает в покупках. Так вот, катушка была куплена на Алиэкспресс, стоила она 35 долларов. Все ссылки на то, о чем я буду сегодня говорить, все ссылки на все эти вещи я дам. Так что ищите их в описании, не переспрашивайте лишний раз. Сегодня я, кстати, буду сравнивать, тут еще вы видите катушки, я буду сравнивать с Diver Reverse A и попутно сравню с оппонентом по цене вот этой вот Diver, до Шимана Сиена. Но сначала про эту катушку. Как уже сказал, показала она себя с исключительно хорошей стороны. Особенно важно подчеркнуть, что ловил на нее в основном Глебус, и с ней не было никаких нештатных ситуаций. И это я считаю важно, и это показатель. Почему? Потому что когда новичок ловит, так или иначе у него возникают какие-то нештатные ситуации. Я даже по себе сам помню, когда я начинал спиннинговать, постоянно то бороды, то еще что-то запутывалось, хотя катушка у меня изначально была выше класса. Но тем не менее, вот именно в руках неопытного спиннингиста, ребенка, она показала себя хорошо, ни сброса в петель, ничего не было, плюс выдержала все его издевательства. И честно говоря, я немножко расстроился, когда ее вскрыл. По причине того, что я думал, что здесь все-таки стоит такой же механизм, как в Dive Reverse A, но, к сожалению, здесь стоит более устаревшая версия кулисы, а именно кулисы еще без направляющих, ну как вот в старых версиях все это делалось. То есть просто сама каретка ходит по корпусу, даже там как-то, ну не, места под нее есть, конечно, но тем не менее, никаких направляющих для стабилизации ее работы, и в случае чего, когда сама паразитка начнет с течением времени подстираться, сама эта каретка не соскочит, если бы были направляющие. Здесь же ничего этого нет, поэтому как-то стало немножко даже обидно. Хотя именно стабильность ее работы на уровне, не сказать, что есть какие-то там люфты, биения и так далее, то есть именно по своим эксплуатационным характеристикам катушка, даже ход у нее такой же бархатистый, как бы фирменный, дайвовский бархатистый ход. Также и про Шимана, кстати, говорят. Ну, в общем, что у Dive, что у Шимана ход даже у бюджетных катушек действительно хороший, мягкий и приятный, как у более дорогих моделей. Если говорить про технические характеристики Dive Mission CS, тут установлено 3 плюс 1 подшипник, то есть обгонная муфта и 3 подшипника, что, в принципе, учитывая цену, неплохо. Теперь давайте я сравню ее с Dive Revros A. Если так вот взять, катушки, в общем-то, с чем-то похожи. И действительно, шпули у них взаимозаменяемы, они шпули идентичны, просто по-разному покрашены. И, в целом, если так не приглядываться, особенно человеку, который не разбирается, в общем-то, они достаточно похожи. Но, на самом деле, эти катушки совершенно разные. Начиная с ротора, здесь фирменный дайвовский Air Rotor стоит, и другой корпус. Корпус не только внешний другой, но также и внутренний. Вот здесь уже каретка ходит по направляющим, здесь все как надо, с двух сторон она стабилизирована, то есть никуда она не денется. Это, соответственно, и улучшает плавность работы, и уменьшает биение, и в целом делает конструкцию более надежной. Хотя здесь вот, кстати, корпус, именно корпус прям сделан качественно-качественно. Толстенький и крышка у корпуса, и сам корпус, то есть и посадочные места, и все. Вообще, культура производства, конечно, даже у столь бюджетной катушки на высоте. Я могу сравнить вот с предыдущей, я делал обзор китайской катушкой Синайт Рапид. Катушка в целом за свои деньги отличная, то есть все понравилось, но когда я ее разбирал, видно все-таки огрехи, именно литья. То там косячок, то тут косячок, что-то там, там, там. Здесь же этого нет. Здесь именно все прям вылизано. Ну, не знаю. В этом плане, конечно, могу только похвалить. Так вот, касаемо, продолжу тему про сравнение, касаемо сравнения этих двух катушек. Я эту катушку брал в свое время за 60 долларов. И сейчас бы, если бы их сравнивать, я бы сказал, ну, блин, это 30, это 60, можно эту взять, в общем-то, и не особо расстраиваться, особенно если ты новичок. Но сейчас складывается следующая ситуация. Вот эта катушка, Diver Evros A, она стоит 45 долларов. То есть вот это, грубо говоря, 33, 35, и это 45. И в таком ключе я однозначно рекомендую отказаться, наверное, от покупки вот этой катушки, Diver Mission CS, и обратить внимание, переплатить эти 10 долларов или 11, и обратить внимание на Diver Evros A, потому что и конструкция, и все, как уже сказал, она на более высоком уровне. Давайте теперь я сравню с конкурентом от Shimano. Это тоже катушку я купил. С одной стороны, я купил ее на обзор, с другой стороны, я все-таки купил ее своему отцу на поплавочную удочку. Он попросил купить что-нибудь недорогое из Shimano, и я выбрал эту катушку. Хотя у меня был выбор, на самом деле, купить две вот таких или одну такую, одну такую выбрал, разные, чтобы опять же сделать обзор. Но Shimano за те же самые 33, грубо говоря, доллара предлагает катушку, которая называется Siena. И здесь всего лишь один подшипник. То есть 1 плюс 1 обгонная муфта, он же роликовый подшипник, и где-то еще внутри, в недрах, стоит еще один подшипник. Shimano, серьезно? Ёлки-палки! 2018 год. Катушка с одним подшипником. Ну что там, не потратить эти 30 центов и не докинуть сюда еще шаров? Я не то, что как бы... Ничего там с ней не случится от этих втулок, особенно если они будут обслуживать. Ничего страшного. Катушка выполнит свои функции, и как бы ход у нее тоже хороший, плавный, все. И видно, что действительно она и качественно изготовлена. Ну, блин! Ну, один подшипник, это просто несерьезно. Если вот у конкурента от Dive'ы за те же деньги, их 4. Ну, 3, грубо говоря. Честно говоря, это меня немножко удивило. Я купил только вот ради обзора, ну и на поплавочную удочку. Какая там нафиг разница, конечно, сколько там подшипников, лишь бы хорошо она мотала и так далее. Эту катушку я выпущу обзор отдельно, и про нее расскажу отдельно, уже когда буду делать ей посвященное видео. Но все равно, честно говоря, удивлен, почему так. Кстати, теперь вы можете поддержать мои обзоры катушек рублем. Внизу я оставлю ссылку на популярный сервис, где это можно сделать без опаски, и очень легко и просто. Буду вам за это признателен. Все собранные средства, они пойдут непосредственно на приобретение новых катушек, их обзоры и так далее. Это, скажем так, даст мне больше возможностей для маневра и покупать какие-то действительно интересные на обзор катушки. Ну и какие выводы я могу сделать в завершении этого видео? На самом деле никаких выводов делать не буду. Всю информацию, которую я владел, я вывалил сейчас на вас. Думайте сами, какая катушка вам больше по душе, какая больше нужна. Может быть, я в чем-то тоже не прав. Жду вас в комментариях. Надеюсь, видео оказалось вам полезным. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.